Друзья, друзья, с вами программа «Три сложных вопроса» и на них отвечает человек, который хорошо известен не только в Петербурге, но далеко за его пределами. В первую очередь он известен, мне кажется, как музыкант, как поклонник Бога, но жизнь этого человека полна приключениями, полна событиями, и он сегодня ответит на то, как он нашёл Бога, как он встретил свою любимую и как он нашёл своё призвание. С вами сегодня и для вас Алексей Черноволов, лидер группы «Глаз вопиющего». Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы пришли к Богу? Пришёл к Богу я непросто, прямо сказать, и не я его нашёл, а он меня. И это на самом деле так, потому что с течением уже времени я понял некоторые вещи, что Бог с самого детства на самом деле человека призывает, ищет и показывает путь ему, как ему идти. Но мы зачастую, когда люди неверующие, написано же в Библии, что кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Ну и, соответственно, блуждал, как овца. В то же время то с одной компанией свяжешься, то с другой. Ну и, соответственно, попал в не очень хорошие там, это ещё в школе когда были, в не очень хорошие компании попадал, и то там воровать начал, по домам лазить. Потом, соответственно, дальше больше это было. Ну, закончил школу, переехал сюда. Ну, я сам в Тверской области вообще. Всё это проходило в Тверской области? Да, да, да. Кого-то там посадили даже, ну, из моих там друзей, близких. Вот. И потом приехал сюда с другом, и, ну, в Санкт-Петербург. Это уже тогда ещё в Ленинград был. Это мне было тогда 16 лет, и пошёл учиться здесь. И, соответственно, здесь я вообще был сам предоставлен себе, и у меня здесь началась очень бурная жизнь. Мы тут и по ночам народ избивали тут, и деньги отнимали, и, ну, много чего было. Потом фарцовкой занялся, соответственно, это как-то было полегче. Ну, как-то надо было деньги зарабатывать. Ну, и учился одновременно. Вот. И в то же время у меня как-то получалось, что я всё-таки не оставлял и писал стихи, рассказы даже в то время, там, какие-то повести всякие. Меня печатали даже, и печатали там, и в газетах, и в армии был там, там, в журналах печатали. Вот. И, соответственно, ну, как бы в одном человеке выживалось таких вот два. Один там по ночам народный. Один разбойник. Разбойник, да, такой вор. И поэт. Да, другой поэт такой, и ещё этот, и художник. Вот. И, соответственно... А на кого вы учились? Да, учился я здесь на Балтийском заводе, я работал одно время. Ну, учился я в Карбульстроительном. А это вообще третье что-то? Да, ну, это как, это так побочно было, потому что здесь в то время был лимит прописки, и, соответственно, я не мог просто так вот здесь бы жить. Вот. И, соответственно, один раз была такая ситуация, когда вот мы залезли в очередной определённый дом, значит, там, и потом украли там какие-то там старинные утвари разные, там, иконы. В то время было модно, ну, как бы не то, что модно, а можно было их продать хорошо. И, значит, там были книги, и одна такая книга была, толстая, я помню, как сейчас. Мы сидели у амбара, я курил сигарету и разбирал трофеи, которые мы там набрали, значит. И открыл её, это была Библия на старорусском языке, я пытался понять, что же там написано такое. Ну, вот читаю один стих одно, говорит, второй, ну, противоположное, думаю, ну, кто это вообще мог написать такое. Я вот знаю, тут есть один странный Гребенщиков, который там пишет, что попробуй догадайся, о чём я написала. Ну, вот здесь, я думаю, совсем всё это запутано, здесь его переплюнули, да. Вот. И, ну, соответственно, это было моё, можно сказать, первое такое знакомство с Библией. Да, да, потому что, ну, потому что я ни о чём, ничего и об этом не знал. Вот. И, значит, дальше были интересны такие события в жизни, которые просто заставляли задуматься тебя вообще. Кто ты, что ты, зачем ты здесь, что ты делаешь. И, я думаю, ну, вот так стал, какие-то сюрреалистичные картины стал писать в то время. Потом думаю, нет, надо всё-таки быть как-то более святым. Я же такой, ну, я же крутой, я должен быть святым. Вот. Ну, я, собственно говоря, ни о святости, ни о крутости ничего не знал, собственно говоря. Вот. И стал иконы писать. Ну, думаю, сейчас буду вот иконы писать, будет это вообще будет всё круто в шоколаде. Вот. И всё бы ничего. Ну, я пишу эту икону, и, значит, там есть такая, где Иисус с Библией там, и там написано, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ну, и, в общем, я вот это вот, это же не напишешь так, вот, прям просто там за секунд несколько. Бездумно, да. Да, да, да. А это маслом ещё это было всё. Я так выводил там всё, и меня эти слова запали как-то. Такой заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ну, кто заповедь даёт, кому, кого любить, за что любить, что такое вообще любовь, чтобы любить кого-то. И это как зерно попало такое, и оно начало работать. И оно, в общем-то, работало, видно, долго. Вот. Ну, в то же время, на самом деле, как сказать-то, и в армию меня забрали, вот. В армию меня, я перед армией тут познакомился с одной девушкой, вроде как было всё с ней хорошо, там, у нас была любовь, мне казалось, что мы всё сейчас, у нас жизнь будет навсегда, такая вот, значит, я уехал в армию, и она приезжала ко мне под Москвой, я служил сначала, потом в Днепропетровске служил, туда тоже приезжал. Через где-то полгода мне осталось служить, она взяла и вышла замуж. Вот. И, ну, значит, у меня в жизни наступил облом очередной. Вот. Ну, и что делать? Я с горя взял гитару, начал учиться на гитаре играть, вот. И как-то мои стихи перекочевали из стихотворной формы в песенные, в общем-то. Ну, если смотреть вот так вот всю историю, как это всё произошло. Я помню, это ещё из школы, это как бы такая целая отдельная история, наверное, когда мы с другом не пошли в колхоз, нас тогда отправляли, и мы в колхоз не пошли, и, значит, взяли, задвинули, пошли на пруд. И пруд этот был, значит, там, баптисты в то время, это ещё в советские времена было, крестили, ну, в воде там. Этого я тогда не знал, я слышал, там, когда говорили, там, о, там, баптисты, там, жертву, там, приносят людей, там, детей, да, всё такое. И мы, значит, пошли на этот пруд, и там сидели просто, и, ну, там, нам с собой там поесть мы взяли, ну, и вместо колхоза мы там что-то с ним сидели с другом. Сидели-сидели, думаем, а как нам выкручиваться-то, что, ну, нам же нагоняй за это будет, да. И мы такие, слушай, а давай дьявола попросим, ну, чёрт, ну, давай, давай попросим. Ну, и вдруг действительно сработает, ну, и, представьте, действительно сработало. Чтобы он, как бы, помог, и вам не влетело. Да, и чтобы нам не влетело. И действительно никто не вспомнил, что мы в колхозе не были. И я такой думаю, ого, неужели это правда такая вещь есть, которая, ну, работает. И дальше, я, как бы, ну, ты понимаешь, что это работает. И в какой-то критический момент ты начинаешь к этому приходить. И чем дальше, тем больше это было. И, соответственно, у меня и стихи начали меняться, и расходы. И обращение к дьяволу, такие прямые. Да, 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 и я понял, что у меня жизнь более жёсткая стала такая, ну. И, соответственно, и в то же время я, как бы, и писал всё это. Но дело доходило до того, что я понял, один раз я писал один рассказ, я проникся настолько, что просто я чуть не вышел с пятого этажа. Не выпрыгнул. Да, потому что, ну, настолько ужас и страх, ну, просто обуял вот эту вот комнату эту, что я просто выбежал на балкон зимой, это было. И хотел спрыгнуть, да, потому что, ну, невозможно было. Чтобы сбежать от страха, который наполнял и сердце, и просто физически ощущался снаружи. Да, и я понял, что что-то я куда-то не туда пошёл, похоже. И это было в советские времена, чтобы, например, вот, ну, это реально совершенно, я вот прогуливал, помню, даже Балтийский завод, а там режимное предприятие было такое, там, ну, это было, мне сходило с рук это всё. Я 10 дней не ходил, вообще прихожу, мне никто не вспоминает ничего. То есть вот эта магическая сверхъестественная сила, она приходила, но вместе с этим она приносила ещё больше испытаний, разрушения, страха, боли, ужаса. И я понимал, что так дальше не может продолжаться. И я понимал, что это была моя такая тайная часть моей души, в которую я старался никого не пускать, но тем не менее я понимал, что есть два человека во мне, которые просто один хочет туда, к свету, к доброму, к хорошему. У меня даже есть такие стихи, ну, как песня такая. Я хорошим быть хотел, но просто не получалось так. Потому что, на самом деле, вот... Очень сильно тянула вот эта тёмная часть, да. Законы этого мира, тем более ты здесь же хочешь всегда... У тебя есть деньги, тебе, значит, тогда принимают, ты какое-то положение занимаешься, тогда с тобой разговаривать, ну, и, соответственно, этот мир по-другому живёт. Произошло так, что у нас здесь была команда музыкальная, значит, образовалась к тому времени. У меня там друзья появились новые. Один был афганец, значит, такой бывший. Потом, значит, другой был скрипач такой из интригентной семьи, Борис Крылов. Неспащённый тогда еще. Да, да, да. Мы даже ездили по каким-то гастролям куда-то, в общем-то, но это так было всё спонтанно. И там была афганская тусовка, где все, в общем-то, не без наркотиков обходилось. И, ну, как-то меня Господь помиловал, на самом деле, чтобы сесть на наркотики, потому что у меня всегда начинала жутко болеть голова, когда вот... Ну, пытался там курить что-то, какой-то там план. Но у меня начинала жутко болеть голова, и я просто не мог переносить это всё. Вот, через какое-то время, значит, у нас репточка, ну, просто накрылась там, и негде было репетировать. Вот. Потом, значит, ну, и Бориса пригласила женщина одна. Я как бы в детали не буду вдаваться, там просто очень долго рассказывать всё. Вот. И Бориса пригласила одна женщина в церковь, говорит, слушай, а у нас есть вот в церкви, там, группа прославления, вы можете у нас тоже играть, там. Ну, вы же музыканты, там. Ну, я же ходил в то время вот такой вот длинными волосами, у меня было длинное рыжее пальто вельветовое, такое свободное. Все приметы свободного художника. И, в общем, Борис говорит, ну, да, можем сходить там, послушаем давай, что там за церковь такая. А это, ну, для меня вообще церковь была, это вот я вырос там в городе, где там у нас там была масса очень там в церкве. Красивых храмов, да. Да, да, да. И, ну, я так представлял, вот такие вот церкви, под которым мы лазили там, видите, грабили. Грабили. Вот. Но здесь, значит, Борис вот пошел, сходил. И получилось так, что он пошел еще, не просто пошел, а мы перед этим сходили в одно увеселительное заведение. Я даже удивляюсь, что он на следующий день смог пойти на собрание. Вот. Но обещал, значит, пошел, приходит мне, говорит, слушай, Леха, ты представляешь, там говорят о том, о чем примерно мы. А мы с ним тогда такие размышляли, там, мне жена жить мешала, я ее отправил на Украину, и он жил у меня. Вот. И, значит, говорит, слушай, мы вот о том, о чем мы с тобой разговариваем, там примерно, ты представишь, там о том же говорят. В один прекрасный день я все-таки с Борисом и еще с одним другом пошли на собрание в церковь, вот послушали, я говорю, да, слушай, ну, круто говорят, да. Мы где-то раза два-три сходили, и потом, значит, в один прекрасный день все-таки говорят, кто хочет покайться выйти. Ну, смотрю, мои двое друзей, Борис и еще я там, Игорь, вскочили, вперед ушли, значит, я стою, да, кайца пошел, куда, да. У меня вот внутри вот мешало очень просто мое прошлое, и, значит, я стою такой, а внутри еще, еще второй голос, давай, давай, это твой шанс сейчас, выходи, выходи, следующего может не быть просто. И я такой, ну, да, куда я пойду? И вдруг сзади женщина стоит, не женщина, бабушка такая, молодой человек, это вас зовут. Я думал, что там все такие, ну, с длинными волосами, такие, в общем-то, вот, и, значит, ну, ладно, думаю, пойду вперед, раз тут так принято, выхожу, значит, ну, как куда? Вперед, вперед, да, и, ну, я думаю, если Бог-то и на самом деле есть, и здесь не разводит, никто, ну, я хочу по-настоящему изменения в своей собственной жизни, и я буду говорить, к тебе, молиться буду к тебе, и буду молиться по-настоящему. Я, ну, я от чистого сердца просто обвратился к Богу, действительно, призвал его в свою жизнь, просто, я думал, может быть, что-то поменяется, ну, где-то, когда-то, что-то это будет, может, не сейчас, может, там, когда-то, но вдруг меня настолько пробило, просто, настолько меня наполнило, было радость, и, появились какие-то чувства, которых не было никогда. просто сверхъестественно, как будто меня просто, фах, меня вдохнули, как будто, просто жизнь какую-то, я открываю глаза, ага, люди живые, ага, нормально, улыбаются, вот, все цветное оказывается, и, оказывается, оказывается, все, все вообще по-другому выглядит, а такое впечатление, что ты смотрел черно-белое кино до этого, такое унылое, с дождем, и снегом, а тут, оказывается, жизнь есть, и, и вообще, ну, я на самом деле пережил это, ну, настолько грандиозно все внутри, и, с первых дней я просто решил, Бог, да, ты изменил мою жизнь, и это, я воспринимаю до сих пор, это как бонус от Бога просто, потому что, я уже не живу для себя, он, он дал мне жизнь, тот старый умер на сто процентов, я о нем даже могу говорить уже, как о покойнике, который жил когда-то там давно, потому что это не я, потому что это действительно тот другой человек, которого уже нет, и теперь уже живет другой, в котором живет Иисус Христос, в котором живет Дух Святой, и слава Богу, на самом деле, Господу за это. Мы поговорим с вами подробнее, если удастся еще, в рамках этой программы, или следующей, которая называется «Жизнь призванием» с Алексеем Черноволовым, о том, каким образом, преображенный Алексей уже реализовал вот эту новую жизнь, во что это вылилось, в какие поступки, в какие дела, и за оставшиеся семь минут, может быть, попробуйте рассказать о том, как вы встретили вот свою жену, и как преобразился ваш брак, и что вы считаете вот ключами счастья, скажем так, которыми вы делитесь со своими детьми, и готовы поделиться с нашими зрителями. У меня не было каких-то таких, у меня после такой романтических устремлений не было, после несчастной любви еще как-то вот так вот, такой, не оправился, после разочарования, да, такого, мне как бы вообще было все равно, на самом деле, я просто, ну, встречался там с разными девушками совершенно, но у меня никаких-то чувств вот таких, но не было, как будто вот, ну, что-то такое замороженное было, и, значит, в одно прекрасное время, как я сказал уже, Господь меня как в лузу загнал, вот шар вот этот, со всех сторон меня просто приперло, что мне некуда было и жить уже негде, и она жила здесь, в общежитии, вот, ну, и тоже очень интересно было, общежитие такое было еще, значит, там даже, жили там, в одной комнате, там, ну, одна и вторая, там, девушка жила, вот, я понял, что говорю, ну, может, к тебе пойдем, я чувствую, что... вы уже стали, как бы, предлагать совместно жить? Да, 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 может, к тебе пойдем, потому что, ну, мне действительно негде было жить, а просто вы как бы с ней стали общаться, потому что складывалось как-то так, нож как-то складывалось, и она вроде была не против, и вот так шаг за шагом, вот, да, да, пришли к тому, чтобы жить вместе, да, и, в общем-то, поехали туда к ней, значит, и как-то стали, ну, вместе, ну, там туда, да, причем там просто так было в общагу не попасть еще, нужно было там через крышу залезть, там, целый... Каждый вечер, да? Да, каждый вечер там целая эпопея была, там охрана уже стояла, внизу, закрывалась еще на ночь все, и, ну, такие приключения были, значит, ну, и, соответственно, потом, все-таки, решили, ну, решили пожениться, ну, а почему бы нет, собственно говоря, сейчас это... И вы сколько прожили до того, как вы уверовали, я так поняла, что у вас, конечно же, пошли проблемы, но это было неверующая, честность, я понимаю, да, и сколько вы вот так прожили, сходясь или расходясь, до того, как ваша жизнь изменилась? я не знаю, сколько это, наверное, год, может быть, два, она хотела детей, она говорит, я хочу детей, я говорю, я детей не хочу, ну, я такой эгоист был, вы уже женились, да, вот, а женился тоже, я думаю, сейчас, ну, денег накинут, там, мои родители, ее, там, я машину куплю себе, да, а потом, если что, можно будет развести, если не покатит, все это, вот, ну, соответственно, машину-то я купил, вот, но, как-то менять что-то в жизни уже было сложно, наверное, я бы сказал, потому что надо было и опять себе жилье искать, и, вот, и, соответственно, получилось так, что у нас родилась дочка, родилась, вот, значит, два года как-то, и причем она уехала рожать Украину, потому что она понимала, что со мной каши не сваришь здесь, вот, потом, ну, такой достаточно странный персонаж, который там свободный художник, такой там ездит по каким-то гастролям, там тусуется с афганцами, там по ночам, там рисует какие-то ненормальные картины, она, ну, вообще очень мясо, ну, как бы, она меня любила, конечно, я понимаю, и, но у меня какие-то вот были, мне говорили, что такая девчонка, ну, ты что там, я такой, ну, да, наверное, ну, то есть не ценили то, что имели, не ценили в то время, да, и даже были такие вещи, я вот, когда рисовал картины эти все, у меня шкаф был весь, ну, разрисован картинами, вот так вот просто, ну, участками, кто-то захотел их выставить в Финляндии, потому что, ну, там были такие интересные картины достаточно, вот, и она в один прекрасный день приходит, шкафа нету, я его весь распилил и отправил, вот, ну, то есть муж с сюрпризами, да, муж с сюрпризами, и как ваше спасение повлияло на ваше преображение в семье, и что вы сейчас думаете об этом? Ну, вот, я как сказал, что я ее отправлял, ну, как бы отправил ее рожать на Украину, и в один прекрасный момент, когда мы уже покаялись, она приезжает сюда, и видит меня, а мы, я ее встречаю, она привела горилки с Украины, и я говорю, слушай, а я не пью, ну, думает, все, приплыли, да, был, был такой, сложный, прибабахнутый, а теперь совсем тяжелый сустав, вот, но на самом деле, я и стал говорить о Боге сразу, потому что я не мог так, что молчать, молчать, да, никогда, ну, я говорил постоянно, ко мне приезжали друзья, я говорил об этом, даже у нас был бизнес, я его оставил, я понял, потому что мы разговариваем на разных языках с моим другом, я не смогу с ним просто ничего иметь общего, потому что мы разговариваем с ним на разных, на разных, к разному стремитесь, о разном думаете, да, у меня цель другая уже, моя цель уже, есть царство Божье, мое есть царство, мое желание служить Богу, я уже, я уже не принадлежу себе, я уже избрал своего, себе господина, которому я служу, вот, и, ну, я радикально в этом просто, и, соответственно, ну, жене тоже стал так, а когда папиро, я еще сразу, у тебя горит все, ты говоришь, там, она тебя, ты хочешь немедленной реакции, а она потом реагирует, а происходит все наоборот еще, отталкиваешь людей, я такой, так помню, разочаровался такой, и у нас с ней какие-то на этой почве конфликты возникали, и однажды мы просто ехали с ней, как сейчас помню, это в метро, и уже дошло все просто до высшей точки кипения, и я ей об Иисусе, о Боге, а она мне что-то там другое там говорила, и я такой просто возмутился, господи, внутри где-то себя, ну, так невозможно больше, ну, сделай хоть что-нибудь, и вдруг как облако опустилось просто, и, ну, на нее и на меня, вот, просто покрыло такое в метро, я понимаю, что я расплавился просто вот внутри, и какая-то вот запал вот этот, который был вот, исчез куда-то, и смотрю, она тоже, ну, такая же, я, что это вообще, а Господь вот, просто покрыл нас вот своим крылом, просто вот такой, любовью, милостью пришел, я, я же в метро, в таком месте, саталаке, я просто в шоке был, у меня слезы потекли, и она, мы стоим, смотрим друг на друга, и я понимаю, что это сверхъестественно, просто Бог, вот, а я на самом деле говорил, Господи, я понимаю, что я жестокий, достаточно сердцем, я хочу по-настоящему, если ты дал мне жизнь вечную, ты меня родил свыше, я хочу, чтобы ты изменил меня и внутри, измени эту мою внутренность, дай мне эту любовь, дай мне нормальные отношения, живое сердце, чтобы мне иметь настоящие взаимоотношения, и, соответственно, вот с того времени все поменялось, Бог изменил мое сердце, ее, и даже я помню, ну, помню, стояли когда, что это было до этого, что-то было инородное, не наше, это нам не принадлежит просто, и с тех пор вот, она покаялась, потом пришла в церковь, и жизнь начала на самом деле меняться, и сейчас, смотря вот на прошлое, на все, думаю, как можно было быть таким вот глухим, слепым, черствым, таким ненормальным, да, но это на самом деле, это сердце было черствое, а Бог, он целитель, он исцеляет сердца, он каменные сердца делает плотиными, он, я это знаю по-настоящему, это не какие-то вот слова, кто-то там сказал, что бывает где-то так, я это пережил в своей собственной жизни, перерождение прям, да, и могу сказать всем, что на самом деле, Бог, он живой, и он меняющий сердца, если мы с искренним желанием приходим к нему и говорим об этом. Если даже вот Алексея Черноволова, каким он был до уверования, в котором уживалось столько разных странных и темных личностей порой, и сейчас это горячий поклонник Бога. Алексей, буквально два слова, что для вас значит слово призвание? Призвание, ну, я так понимаю, что это самое важное на самом деле, самое важное, это любовь в сердце, на самом деле, когда Бог вот изменяет сердце, Божья любовь, да, когда Бог изменяет сердце человека, он вкладывает свою любовь, он изливает эту любовь, он эту любовь доказал на кресте, и на самом деле призвание это всего лишь быть на самом деле кто духа святого не имеет тут и не его как а если ты духа святого имеешь это как как навигатор твой с которым ты ходишь который ты чувствуешь который ведет тебя и соответственно сегодня например я могу быть послушным богу на самом деле бог спрашивает ровно с то что тебе доверил а не с того что он тебе не доверил можно на самом деле быть как бы по выгоде жить а можно жить по любви то есть любовь которую бог то и сердце заложил наши жизни от отливов и сострада ответ на его ваши ваше понимание призвание это действие соответствие с тем как велит тебе вот эта божья любовь которая сострадает другим моя жизнь это ответ на любовь божью просто наверное вот так вот а мои действия уже это ровно настолько насколько я позволяю духу святому иисусу христу изменить меня и это есть самое большое призвание это на самом деле самое большое призвание потому что иисус когда даже говорит я не ищу славы себе меня прославляет отец потому что я ищу славы его но если бы я славу искал себе моя слова не что и поэтому это очень важно на самом деле чтобы вот это призвание она была по любви они по расчету и тогда тогда это радует сердце отца и ваша сердце и тогда тогда и соответственно если сердце отца радуется тогда ты находясь на руках его ты тоже будешь всегда счастлив друзья это были три ответа на три сложных вопроса алексея черноволова который широко известен как лидер группы и фронтмен скорее даже группы глаз вопиющего но на самом деле это человек с многими возможностями и многими интересными сторонами служения смотрите на телеканале тбн алексея черноволова